Прошедший конкурс был десятым по счету. В нем приняли участие 37 водителей из предприятий перевозчиков города и района. По уже сложившейся за 10 лет традиции конкурса, два непростых препятствия отделяло участников от заветной победы. Экзамен на знание правил дорожного движения и скоростное маневрирование. С первым заданием почти все водители справились без особых проблем, а штрафные баллы участники стали получать на этапе скоростного прохождения полосы препятствий. Водители показывали свое мастерство вождения в двух номинациях – «Мерседесы» и «Лиазы». Этот конкурс не только учит, как правильно перевозить пассажиров, как вы видите по фигурам, которые есть и подъезд к остановке, и движение задним ходом, и колея, и круг, и так далее. Но еще и сдруживает людей, так скажем, перевозчики. Они же все заняты, они же все крутятся, видят друг друга за рулем, а пообщаться некогда. Даже в рамках района существует определенная конкуренция среди перевозчиков. В связи с этим в крупных транспортных предприятиях постоянно совершенствуют и технику, и знания водителей. Именно такие конкурсы призваны контролировать полученные знания. К примеру, в Одинцовском транспортном предприятии водители ежемесячно проходят тестирование на знания ПДД. И это дает свои плоды. Кстати, в прошедшем конкурсе именно водители Одинцовского ПАТП показали лучшие результаты. Но не только знания и опыт являются залогом безопасности на дороге. Дорожная инфраструктура в большинстве случаев устаревшая, что несет за собой соответствующие последствия. Дорожные происшествия пока есть, и они будут. Почему? Потому что дороги, транспорт растет, и я вам должна сказать, что дороги несовершенны. Они не имеют инженерных сооружений пока. Чтобы заслужить звание самого лучшего водителя, конкурсантам пришлось вспомнить навыки фигурного вождения. Не всем удалось чисто пройти этот этап. Сложности возникали. Но в основном, как признаются сами водители, это из-за того, что приходится торопиться. Но что касается значимости этого конкурса, то ее признают даже сами участники. Тем более, когда такие подарки. Отличный автомобиль, отличный конкурс, отличные этапы, никаких проблем. В этом году самыми лучшими водителями были признаны сотрудники Одинцовского пассажирского автотранспортного предприятия. Первое место в номинации «Мерседес» занял Алексей Абрамов. На Лиазах лучшим стал Андрей Миронов. Второе место завоевали Андрей Дрига из Кубинского автобусного парка и Геннадий Жаров из компании «Автолайн». Георгий Алушев, телекомпания «Одинцова». Следующая выходит на трассу.